Приветствую вас, и отвечая последовательно на ваши вопросы, можно сказать так. Первое, то, что с вами происходит, называется слияние. Вы полностью слились со своей мамой и не мыслите себя отдельно от нее. То есть, у вас нет четкого личностного разделения между вами и ей. И поэтому вы так сильно от нее зависите. При этом, вообще говоря, вам нужно самостоятельно принимать решения, вам нужно самостоятельно определять для себя, выбирать для себя действия, занятия, хобби, увлечения, реализовываться, находить поддержку, внимание у других людей. И для этого необходимо в первую очередь изменить свой вид деятельности. А именно, перестать работать дома. Вот это первое, что вам нужно сделать. Чтобы, во-первых, было у вас место, где вы были бы сами собой, не являлись бы дочерью, а являлись бы только самостоятельной личностью. Это первое, что можно ответить на ваш вопрос. Дальше. Вы пишите, значит, как в такой ситуации вообще свыкнуться у жильца. Отвечая на этот вопрос, нужно сказать так. А что вы вообще хотите для себя? Вот вы описываете, значит, свою проблему. Вы пишите, что там кричите на маму, что ругаетесь на нее и так далее. Вы спрашиваете в заголовке вопроса, как перестать психологически зависеть от матери. Этот вопрос, он является олицетворением вашего желания. Значит, вы хотите перестать от нее зависеть. Если вы хотите перестать от нее зависеть, сначала нужно подумать, почему вы так сильно нуждаетесь в ее оценке, в ее поддержке, в ее советскому. Почему вы не можете действовать самостоятельно? И почему вы не можете получить поддержку от других людей? Значит, вы общаетесь с людьми неохотно. И нежелание общаться с другими людьми означает либо неуверенность в себе, либо нежелание познавать себя, потому что в общении с другими людьми человек познает сам себя. Вам же такое впечатление, что не хочется, чтобы окружающий вас мир менялся и чтобы менялось бы ваше представление о себе и о нем, а также о вашем месте в этом мире. И вот до тех пор, пока вы не будете готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность в том, что касается лично вас, то есть полностью самостоятельно себя обеспечивать хотя бы в рамках дома. Да, то есть только себе стирать, только себе готовить, только полностью себя всем обеспечивать. Пока вы этого не будете делать, психологическая зависимость не начнет уменьшаться. Дальше. Если говорить про общение, про неуверенность в себе, то это всегда страх. Страх чего? Страх, наверное, показаться там глупой и так далее, и чего-то еще. С этим нужно тоже поработать, потому что пока есть неуверенность в себе вообще при общении, пока есть непринятие людей других, вы не сможете найти в них ту поддержку, которая вам нужна. Соответственно, отвечаем на вопрос, почему мы не можем, не хотим общаться с другими людьми, почему мы не принимаем их позиции, почему тяжело общаться с другими людьми, и думаем, как из этой ситуации выйти. Если дело в самоощущении себя, то есть чувство, что вы ниже, допустим, чем они, там, хуже и так далее, соответственно, здесь нужно подумать, а что сделает вас лучше? Ставить себе цели, развивать цели на задачи и добиваться этих целей. Если речь идет о диалоге, то есть вы элементарно не знаете, о чем поговорить с людьми. Здесь нужно расширять свой кругозор, получать новые знания, может быть, пройти курс саратовского мастерства, а также уметь правильно себя вести. Для этого необходимо, и здесь мы подходим к следующему уже этапу, найти некий идеал поведения, который бы вам подошел, который бы вы ориентировались. Сейчас вы ориентируетесь на свою маму, но у мамы есть свои проблемы. Она, как вы и сказали, человек старой закалки, и она вас не принимает, суть на что-то другое. Что это? Это идеал поведения, который вам больше всего нравится. Будь это будет, как какая-нибудь актриса, какой-нибудь герой, а может, просто какая-нибудь женщина, которая вызывает у вас восхищение. Вот вам нужно стараться быть похожей на нее. По крайней мере, на первых этапах. Перенять у нее моменты поведения, перенять у нее моменты характера и их использовать. А дальше, постепенно, вы будете понимать, что, ага, вот этот элемент поведения мне не подходит, этот момент меня не устраивает, и будете уже дополнять что-то свое, изначальный фундамент и идеал поведения. И таким образом вы будете ориентироваться на другого человека. Тем самым вы предстанете перед обществом, перед социальной средой той, кем вы хотите быть. И исчезнет вот эта вот проблема, как бы неумения вести себя среди людей, исчезнет вот эта вот проблема, при которой вы чувствуете напряжение. Потому что вам кажется, что вы как-то вот не оправдываете надежд, не оправдываете ожидания других людей. Дальше, что касается следующего вашего вопроса, вы спрашиваете здесь, как психологически отдалиться от матери, чтобы не начаться острым в ее, значит, любви. Ну, в принципе, наверное, вопрос, ответ был дан, но дополнить его можно так. В первую очередь, вам нужно понять, что, во-первых, у мамы есть свои проблемы. То есть она себя так ведет, говорит о наличии у нее определенных личных конфликтов, личных проблем, противоречий, напряжения и так далее. Это необходимо как-то разрешить. Каким образом? Помочь ей осознать, что вообще говоря ей нужно, чем она нуждается, и постараться дать ей это. Постараться обеспечить ее тем, тем, в чем заключается ее желание. И тогда, если ваша мама будет счастливее, если ваша мама получит то, чего она хочет, соответственно, ей будет легче, ей будет проще, она будет меньше, там, на ругаться, и вы сможете с ней лучше взаимодействовать. Пока вы не начнете думать о своей маме, не будете понимать, чего она хочет и почему так себя ведет, причины ее такого поведения, причины такого отношения, ведь она нехорошая жизнь, и так поступает, но что-то ее беспокоит, что-то постоянно внутренне ее генерирует негатив. Что это нужно понять? Поймете это, осознаете, что человек переживает достаточно сильный негативный эффект от каких-то обстоятельств в своей жизни, и вы сможете ее пожалеть. Через жалость вы станете выше нее, и сможете относиться к ней, как к несчастному человеку, который оказался жертвой определенных обстоятельств. И просто уже не способен никак изменить свою позицию, свое мировоззрение. О чем вы, собственно, говорите. То есть избавление от зависимости нужно начать с понимания вашей мамы, понимания причин ее поведения, с жалости, и дальше можно говорить о создании определенных границ. То есть вам для себя нужно создать маленький такой ареал, маленький образован, где бы вы были только хозяйкой себя, сами себя, и врет его пространство. На личном духовном уровне это определенные чувства и переживания, которые никто никогда не узнает, кроме вас. Именно так, когда вы осознаете, что собственно говоря, есть что-то, что принадлежит только вам, это и будет началом избавления от зависимости. Далее, необходимо также понять, что вам нужна забота по сути одобрения, по сути одобрения и принятия, ну, одобрения и поддержки. Значит, нужен человек, который положительно бы к вам относился. И это не ваша мама, потому что она в силу возраста понять вас не может и осознать вас не может. Она воспринимает вас как ребенка и как взрослого воспринимать не может просто в силу того, что она мама. Соответственно, вам нужно искать других людей, которые воспринимали бы вас как взрослого человека и тем самым удовлетворять через них потребность поддержки, потребность собственной значимости, потребность в уважении. Как это делать? Через поиск ваших интересов. Что вам интересно, что вам нравится темно заниматься и искать единомышленников в этом, тех, кто разделял бы ваш взгляд в этом, тех, кто помог бы вам, как бы это сказать, ну, в ваших стремлениях. в ваших целях, в том, что вы делаете. И это очень и очень важно. Без, так сказать, защиты ваших интересов, никогда не получится перенаправить потребность туда, куда нужно, и тем самым избавиться от зависимости от вашей мал. и, конечно же, если у вас есть страх, то с этим страхом также нужно бороться. Дальше вы спрашиваете про вину. Значит, вина, что такое вина? Вина это всегда ответственность за то, что от вас не зависит, но при этом отсутствие ответственности за то, что от вас зависит. Соответственно, вам нужно перестать нести ответственность за отношения вашей мамы, поняв причины этого, брать ответственность за себя, за то, что касается только лично вас, касается только вашей жизни, и стараться именно в этом и преуспеваться. А в том, что касается вашей мамы, вообще говоря, ну, будет напросто не интересоваться туда. Она человек взрослый, и она сама способна устроить свою жизнь. Что касается личной жизни, то здесь ситуация заключается в том, что до тех пор, пока вы живете с мамой, пока вы находитесь в таком отношении, личную жизнь вы свою не построите, потому что вы не позиционируете себя как женщину. Вы позиционируете себя как человек, который нуждается в ваших планах, соответственно, для мужчин вы интереса не представляете. А когда вы совершите перенятие поведения, тогда будет больше шансов на то, что вы встретите мужчину, который бы вам понравился. Но для этого необходимо определить, что вы можете такому мужчине дать, что он вам может дать, а почему он будет именно с вами, и удовлетворить все свои потребности, потому что, если потребности вы свои не удовлетворите, то отношения с мужчиной будут ничем иным, кроме как средством для удовлетворения того, что вы хотите, того, чего вы желаете и так далее. А это не приведет ни к чему хорошим, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.